Почти треть россиян – это курильщики. Вредная привычка прививается порой в юном возрасте и не отпускает долгие годы. Всемирная организация здравоохранения, обеспокоившись данной проблемой, учредила День отказа от табака, который традиционно отмечается 31 мая. Ежегодно в этот день во всем мире проходят мероприятия, посвященные борьбе с никотиновой зависимостью. К этой инициативе присоединился и Ненинский округ. Дмитрий начал путь курильщика, как и многие, чтобы не быть белой вороной в компании. Он решил поделиться с нами своим печальным опытом. Дмитрий признается, что готов отказаться от привычки, но не знает, с чего начать. Однако способ есть, отмечают специалисты. С 2018 года в Центре медицинской профилактики открыт кабинет клинического психолога, который помогает в нелегкой борьбе с никотиновой зависимостью. За помощью может обратиться любой желающий. Сначала он проходит, скажем так, диагностику у нас. Мы определяем наличие зависимости никотиновой. Возможно, у него психологическая зависимость, ее степень, уровень мотивации к отказу. И далее, если негативная зависимость, дем одни рекомендации, если психологическая, зависимость другие. Консультация длится в районе часа, после чего каждого пациента продолжают курировать по телефону. Результаты только положительные. За 2019 год на счету отказавшихся от курения уже более 40 человек. Кроме того, на базе Центра медицинской профилактики можно пройти первичную диагностику здоровья. Сегодня в рамках мероприятий, посвященных Дню отказа от табака, здесь был День открытых дверей для всех категорий населения. Вот так каждый желающий в любой удобный для него день может прийти и пройти основное обследование. Мы с вами сейчас подъем обследование на смокелайзер. Я отключу табак. Вы наберете воздух и выдохните уже в трубочку. У вас все хорошо. Тех, кто не знал или по каким-то причинам не смог посетить диагностические мероприятия, волонтеры Центра знакомили с информацией о вреде курения, раздавая на главных улицах города памятки с описанием того, где можно получить консультацию – лично или по телефону. На базе нашего центра действует телефон здоровья, по которому каждый желающий, житель нашего округа, может позвонить и получить консультацию профилактического характера. По этому телефону мы даем краткую консультацию, но если человек заинтересован в получении более подробной информации в консультации специалиста, мы его приглашаем в наше подразделение. Напомню, последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире.